Пап? Сынок, иди в комнату, уже поздно. Братик? Ох, доброе утро, братик. Как твое самочувствие? Как спалось? Всё нормально. Переодевайся и идём кушать. Пап уже завтрак приготовил. Да-да, иду. Тебе не привыкать стоять в такой позе. Ах, помолчи. Слушай меня сюда. Если ты опять решил походить, то можешь сразу готовить свою задницу. Пап, если я начал заниматься спортом, то это не значит, что я хочу похудеть. Ты же не пчела. Пчёлы мёд несут, а ты херню какую-то. Что это? Да это же самые тоталитарные страны спешат на помощь. Комендарь, присоединяйся, вообще бомба будет. Бомба, говоришь? Я так рад, что могу остаться у вас, пока нахожусь в стране. Ах, да. Для меня только радость взять под своё крыло моего иностранного друга. Чувствуете себя как до... Что это? Что это? Кто? Вы хотели сказать, это юноша мой сын. Сейчас, судя по времени, он вернулся с занятий. Чёрт. Чёрт. Могу ли я узнать его имя? Можете попробовать познакомиться. Привет, малыш. Я США. Ваш временный гость. Будем знакомы. Временный гость? Меня зовут Союз. Господин США. И прошу простить мою персону. Но я должен отдать книги учителю. Ох, конечно, я... Удивительно. Ну, вы безунчик, мой друг. Союз очень редко заводит знакомства. Хех. Почему-то был уверен в этом. Как и в том, что нам с ним предстоит ещё много диалогов. Недавно в моих реках вновь появились дельфины. Вау. Интересно, как карантин влияет на тебя? Ох, я думаю. Как он мог не прийти на наше свидание? Идиот. Где Россия? В душе. Россия! Папа, 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 папа. Папа! 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 Что? Привет! Папа. Союз, я счастлив, что мы наконец-то встретились. Я рад приветствовать вас на советской земле! Рэйх. Эээ, Рэйх, ещё ж вы на в порядке? Все хорошо, у меня бывает такое. Не обращайте внимания. Пройдемте к стороне. Рисковано начинать войну с крупными государствами Европы. Мы готовы помогать вам и с государственной дипломатией экономически. Но давайте говорить откровенно, Третий Рейх. Лидкая армия начала боевые действия не во Франции или Бельгии, а у западных рубежах СССР. Это порождает неопределенное беспокойство в наших военачальниках. К тому же существуют области, где наши стратежские интересы пересекаются. Например, Балканы. Вы хотите граничить? Разумно, я бы на вашем месте тоже бы их потребовал. Что ж, Союз, мы с вами две величайшие страны двадцатого века, и друг с другом должны играть честно. И вам дам эти гарантии. Или вы не верите моему честному слову? Вы испугались, Союз? Не стоит волноваться, так как я, Великий Рейх, говорю вам, что я ни в коем случае не объявлю войну вам. Присядьте, пожалуйста. Германия не нападает на Светский Союз ни при каких обстоятельствах. Германия всегда будет искренним преданным другом Светского Союза. Вы должны мне верить в Союз. Я, Великий Третий Рейх, торжественно обещаю вам, Германия никогда не объявит войну Светскому Союзу. Никогда. Я очень рад, Рейх. В таком случае, дружба наших народов будет развиваться и крепнуть день не от дня. Глупый русский. А? Ах! Зачем мне это? Соси. Голодным. Бахну в кумыса. У меня зубы не белые и даже не острые. Однако давление, с которым я могу укусить, довольно внушительное. Если я вцеплюсь кому-нибудь в руку, то шанс, что рано окажется смертельной, очень велик. Поэтому моего оскалу боятся все. Кто выключил свет? Кто здесь? Ау! Я не понимаю, где выключатель находится. Черт! Зато я помню. Успокойся. Эй, какого? Да не ори ты. Ты ручку у меня забыл. А, да? Спасибо. Так, стоп. Я же не ношу с собой ручку. Теперь носишь. Спасибо.